Поднимайтесь, Николай Борисович. Ох, как дорога на колокольню трудна. Да, ну, ну, как красиво. Вот это язычок. Вот так устроен колокол. Храма Спаса на вожесть. Христос Воскресе, Николай Борисович. Храма Спаса на везде. Да, я не знаю. Храма Спаса на везде. Слышимся? У кого есть, как говорится, так же не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Фотографируйтесь, снимайте. Меня зовут Михаил. Это моя уже 8-я Пасха здесь. Я так стесняю. Новые лица. А ещё больше радость не видит тех, кто уже ходит на экраны. Потому что Господь любит тех, кто постоянен в своих намерениях. Но не стоит расстраиваться, потому что человек однажды, придя сюда, знаете, как у него семечко брошено, оно начинает ростать. На следующий год человек уже стремится попасть. Просто нетерпеливо встречает, на улице встречаемся, они говорят, Михаил, скажите, нам ещё хочется побыстрее на колоколе ваши колокола позвонить. Я хотел вам сказать, что колокола наши на самом деле чудесные. Вы постарайтесь сами походить по церквям нашим? Их не так много. Город у нас совсем новый, да? И церквей совсем несколько. Но таких колоколов нет нигде. К примеру, в некоторых церквах самый большой колокол – Благовестник, да? Вот Благовестники – это самые большие колокола. У нас, к примеру, вот Непольский колокол – тонна 200 кг. Самый большой колокол – у всей Мурманской Мальчиковской партии. Самый тяжёлый. Тонна 200, нигде нету. В некоторых… Вот самый большой, к примеру, вот такой, как у нас Андреевский колокол, да? А у нас, так скажем, подвеска, расширяющая подвеска под злодным колоколам, да? Ну, не говорит о том, что он очень хороший. Просто по размерам в других колоколах это являются Благовестники, понимаете? Вот, к примеру, как Веденский храм на Заводках улице в Первомайском районе, там, где воинская часть раньше была, знаете, да? Деревянная церковь, Веденская называется. Вот у них деревянная колокольня, такая очень хорошенькая. Вот, и самый большой – это колокол, например, да? У нас следующий колокол по размеру вот такие Благовестники, да? Полиэлени. Полиэлени, почему? Потому что во времена полиэлени их службы, да? Так и главное. Он весит 800 килограмм. Называется колокол «Благословение детей». На каждом колоколе есть икона. Вот, к примеру, вот, смотрите, с вашей стороны Николай Чудотворец, видите? Поэтому называется «Ни поиски колокола», «Ни колушка», понимаете? «Ни колушка». Это в честь того, что Господь благословлял детишек. Колокол «Благословение детей». Вот и икона вот с этой стороны, очень красивая такая большая. Господь благословляет детей. А, ее надо только с этой стороны. Этот колокол Богородицы, Богородичный колокол, вот над вами. Это колокол Апостола. Скажите мне, пожалуйста, как Господь первого кола? Андреев. Андреев. Андреевский колокол. Андреевский колокол, да. Это колокол адмирала флота российского Федора Ушакова. А вот почему? Кто скажет? Потому что у нас там народу совсем нет. Я могу с вами побольше поговорить. Потому что это же здорово, когда разговариваешь с людьми. Старых колокол армонизированным для святых. Кто скажет? А? Не понял, что? О нем фронт есть, что он не проиграл на битве и никого... Так это не из-за того. Суворов он тоже ничего не проиграл. Какие не было? Самый крупный полководец генерализмом Александр Суворов, да? Он сухопутный венник. Он вообще ни одной битвы никуда. Но тем не менее он... Хотя он верующий совершенно человек, верующий. Но он не святой. А вот адмирал Федор Федор Ушаков, он святой. Святой праведный адмирал Ушаков. У нас с этой стороны, с южной, да? Вот здесь икона Николаевича Творца. А с этой стороны Федор Ушаков. Ну, кто с каждым? Ну, кто с каждым? Не знает, да? Не знает, да? Потому что он настолько любил людей, да? Как своих солдатиков. Матросики, наверное. Что, когда он, на самом деле, не проиграл на море ни одной битвы. Он любил не только своих, да? И даже, когда Корфу брали, помните, если фильмы смотрите? Это никто не мог взять эту крепость, потому что ни европейские... Никто вообще, ни европейцы никто не мог. А он сделал. И погибли несколько моряков всего. Представляете? Из-за того, что офицеры не грамотно действовали. Так я хотел сказать от того, что любовь его к людям была так безмерна, что он заботился о каждом море. Он знал многих в лицо. Суворов тоже знал многих в своих в лицо. Потому что... Но. Тут огромная любовь не только к своим, но и к туркам. Представляете? К турок. Раньше их вырезали всех. Вот. Крепость брали. Турки просто знали уже, что я сейчас всех вырежу. И они уже плакали и лежали в ногах. Чтобы русские солдаты их не... Их никто не трогал. Их кормили. Представляете? Вот. Следующие пять колоколов. Они безымянные. Вот. На них написано, где они ответили. Колокола наши отлиты в Воронеже. В Воронежском колоколе литейный завод. Колокола у нас вот чудесные. И... Есть колокола разных цветов. Наверно видели, да? Есть... Такого золотого цвета, да? До черного. Есть черные колокола. Которые обычно монахи стараются у себя вешать, да? Вот. Черновидцы. Ну, у нас цвет бронзы колокольный. Видите? Как он дышит? Да? Нет? Потом мы поддерживаем все его. Вот так вот все. На ладони вы будете прижиматься. Почувствуйте. Потом, потом, потом. Да. Потому что, когда в него ударишь и все прижмутся, он очень быстро затихает. Потому что вся энергия, хорошая энергия вас приведет. Наши органы, они работают на определенных частотах. Ну, естественно, от нашей жизни они сбиваются иногда. Под колокольным звоном настолько благодать он в этой частоте, что он настраивает на тот ритм, который Господь поджил в этой частоте. Тот ритм, который самим Богом для наших органов предназначен. Колокол – это единственный музыкальный инструмент и разрешенный богослужением, как я вам просто говорю. Вот. И когда вы слушаете, к примеру, какие-то диско-песни там или роковые песни, да? Сопровождение с колокольным звоном – это неправильно. Это люди. Они берут на себя очень много. И Господь отвечает за то, что они совмещают колокольный звон с фобзорами. Это нельзя. Ну, это сейчас не для нас. А сейчас мы погоняем с вами бесов. А это где-то написано, что если песня сопроводается колокольным? Или это ваша интерпретация? Это не моя личная интерпретация. А где это? Прочитать можно? А очень много… знаете, регент – это человек, который управляет хором церковным. Знаете, вот есть очень знаменитые регенты, которые пишут об этом. Откройте… сейчас даже в библиотеке не нужно ходить. Откройте компьютер, да? Да. Или, к примеру, знаменитые регенты, да, позвольте. Ну, там, почитайте. У многих это написано. Я сейчас на вскидку не скажу, кто это говорит, но… Но он же человек, мало ли что-то скажет. Нельзя. Это не канонично. Но это не канонично в церкви, а в музыке-то там… Значит, единственный разрешенный для богослужения колокол – совмещать нельзя. Да. Я вам это говорю, а вы уже спорьте со мной, не спорьте. Нет, я спорю. Да. Вот. И трещина, она… он начинает дребезжать. Поэтому колокол заболевает, да, он начинает не… звук не тот и слова. И он отлечит. То есть, к примеру, лечить колокола… Если уж их заливать начинают, да, ну, это сложняющий процесс, потому что они миллионы стоят, их колокола, их нужно на место увозить, там мастера занимаются им. Проще новое отливковое. Орган. Орган? Да. В католической вере, да, вот у них жанна про красота, конечно, да. Это очень красивый инструмент. Но сами, когда католики к нам приезжают за Швецию, с Финляндией, там у них и православие есть, поэтому они к нам приезжают послушать наши… Вот, представляете, сам митрополит со Швеции, вот там православная церковь, они, правда, православное богослужение или другие на шведском языке, да, но они к нам приезжают, вот пять митрополит с пятью протеерейами приезжали на шведском языке, у нас два года назад, если кто помнит, служба шла на двух языках, на русском и шведском, да, и даже на норвежском. Они с нашим отцом Андреем, настоятелем, сидели здесь в машине, а я им звонил, наверное, в ночь двадцать, у меня уже руки отвалились. Я говорю, я уже не могу больше нам звонить. Они говорят, давай звони, нам нравится, вот, потому что у них нету этого ничего. Орган – это красиво, но орган – это уже классицизм. То есть в наших церквах не используется? Не используется в церквах наших? У нас нет. У нас органа вообще в православном богослужении нет. У нас, я не помню, вот на, в Питере, в Петропавловской крепости, у них есть, как он называется, я не могу вспомнить, там из колокольчиков состоят, в органе там трубки, а здесь колокольчики, и там механически бьют по нему. Я не знаю, как мне слово верпится, я не могу вспомнить. Да, в общем, вот это у них разрешено. Но у нас в православии только колокола, понимаете? А у католиков у них орган. К ним, если обратитесь, они вам много чего могут рассказать. Я вообще человек, не имеющий никакой информации. То есть на грамоте, на грамоте, вот, игры на колоколах? Обучение колокольному звону? Перезвону, да. В Новгороде, в Москве, в Питере. Опять же на сайт, войдите, колокольные звоны, да? Там настолько чудесно, вот, их звонят. Вы просто послушайте, вы удивитесь. Я вообще неумеха, понимаете, по сравнению с ними. Это правда? Это мы неумехи по сравнению с вами? Ничего. Каждый неумеха по сравнению с кем-то. Так вот, по сравнению с ними я вообще никто. Они настолько чудесно звонят, вот, у них надо учиться. Учиться. Этому тоже нужно учиться. Я учился у местного звонаря, да. То есть у меня нет никакой школы. Но, тем не менее... А еще такой вопрос, скажите, пожалуйста. А когда вот можно прийти, в какой день, послушать вот эту вот красоту перезвона колокольного? В какой день можно это сделать? Прийти, послушать... На слуху, переходите, переслушайте. И он всегда одинаковый, вот этот перезвон? Значит, дело в том, что я говорю, что я не учился традиционному звону, да. Поэтому мой звон очень бедный. И... ну, мы сами сейчас послушаем. Давайте послушаем. Вот. И... Перед службой... Длительные сами идут звоны. Там лаговесты три звона. И в конце службы, когда христиане выходят из храма, тогда тоже идем подлиннее звона. Но... Я звонил всегда пасхальным звонам. Вот как я... Дни перед пасхами приходили определенные вот моменты. Вот я восемь лет уже, так скажем, когда я звонарем этого храма. И... перед каждой пасхой не какие-то моменты приходили. Сами произвольно, во сне. И я вот как бы вставал и запоминал. Угу. Туда направлена сочинь и скука. А, к примеру, на гитаре, если человек играет, на любом инструменте, радиально, кругально идет звук. Всего что угодно. Даже колонка, когда звучит, да, звук идет кругально. Вот. Колокольный звон, представляете, это чудо, он крестообразно. Есть. Ученые пытались это выяснить, но это необъяснимо. Это то же самое, как вода святая. Это необъяснимое объявление, это божественное. Это из разряда чудес, потому что, как бы вот они звукоулавливающие пушки ставили, да, и вот самые сильные, так скажем, волны будут именно крестообразны. Вот так колокольный звон. Почему в православии это единственное разрешение? Это вот объяснение тому, что крест, всему у нас голова, крест. И когда мы православного спрашивают, покажи свою веру, православные же все говорят, кругу складывают и говорят, во имя Отца, силы и святая. Аминь. Сразу знаем, что это православный человек. Католик то же самое, только он слева направо это все говорит. Протестанты, они вообще не крестятся. Понимаете? Потому что они... Попробуй-ка заставить протестантов перекреститься. Да не хватило. Они не могут. Они иконы вообще не почитали. Хотя тоже католики. Ну, мы сейчас собрались не ради этого, а именно звона колокольного. Давайте, я минутку позвоню. Главное, что это будет очень громкое. Не бойтесь, что сначала уши заложат. Но, знаете, вот этот музыкальный звуковой ожог, на улицу выйдете, он проходит. Он очень быстро проходит. Потому что я иногда вообще с колокольной спускаюсь после головы.